Девушки отдыхают Лиза, солнышко, ты можешь приехать? А можно завтра, а то скоро мои придут, да и торт заказной нужно доделать. Это очень важно. Это касается твоей мамы. Скоро приеду. Белозубов меня опять за косички дергал. Я ему сказала, что ты ему покажешь, где раки зимуют. Правда ведь? А еще мы сегодня вазочки из папы Миша и делали. Папа! Папа! Ты чего отстаешь? Так вазочка же для мамы. Вот. Красиво? Нормально. Только пока это большой секрет. Я ее раз украшу, а потом подарю маме. Пошли быстрей. Мать дома ждет. Калина, ты что ли? Серега? Застава в ружье! Пусть забирает оно не мое. Павлуха. Это ж сколько мы с тобой не виделись? Да, лет сто, наверное. Ну, надо бы нашу встречу отметить. Все, решили. Павлуха! Здравствуй, мамка. Здравствуй, Лисочка. Ты уж прости, что выдернула тебя из дома. У меня завтра утром вкрануло. Дело, как я сказала, очень срочное. Ничего. Я очень рада тебя видеть. Все хотела забежать, но... Направдывайся. Я понимаю, семья, работа, планы на будущее. Деддом — это все-таки прошлое. Вот. Это пришло для тебя сегодня утром. Воронина Теа. Это кто? Это твоя мама. Ну, во всяком случае, она так написала записки ко мне. И в твоем личном деле это то же есть. Здравствуй, дочка. На этом снимке я и твой отец. Он бросил меня, когда узнал, что я беременна. Я хотела сделать аборт, но врачи не рекомендовали. Поэтому родила и оставила тебя в детдоме. Можно назвать сто причин, почему я это сделала. Но ни одна не станет оправданием. Замуж я так и не вышла. Детей у меня больше не было. Я очень больна и скоро умру. Прощения не прошу. Не имею права. Зачем пишу? Твой отец, Виктор Михайлович Лазовский, очень обеспеченный человек. Может, он захочет тебе помочь в жизни? Прощай. Таня, наши отношения были ошибкой. Я слишком молод, чтобы становиться отцом. Но главное, я не люблю тебя. Не пиши и не звони мне больше. Эти деньги на аборт, их должно хватить, я узнавала. Прощай. И прошло и двадцати пяти лет, как она меня нашла, да? Ну, это не так сложно. Учитывая, что в нашей области не так много детских домов. При желании. При желании? Ну, что ж, если она больна, я навещу ее. Конечно. Она умерла. С вчера онкология. Я звонила в больницу. Без мост, слишком долго шла. Похорен состоится завтра. И если ты захочешь. Нет. Послушай, Ризок, давай мы узнаем, кто твой отец. Кто он такой? Виктор Михайлович Лазовский. Чем он занимается? Где он сейчас? Мне все равно. Сам заманил? Моя Лизка готовит обалденно. А выходит, нам самим закуску придется организовывать. А это тебе чем не закуска? Сейчас часть торта мы организуем. Что-то трогать нельзя. Его мама на юбилей кому-то делала. За деньги. Ну-ка не командуй. Быстро марш отсюда. В комнату. Вот так. Давай. Закусывай. Между первой и второй перерывчик никакой. Давай. О, это Лизка. Калинин Павел Николаевич. Да, я. Мы к вам. Задолго. Ну, смотри. Лазовский, Виктор Михайлович. Глава компании Лазовский. Занимается разработкой гранитных карьеров. Женат. Детей вроде бы нет. Есть только младший брат Виталий. Мама, Валь. Мне это совершенно не интересно. Мне там Паша с Василисой. Голодный. Я ужин не успела приготовить. Заказчица за тортом должна заехать. Вам еще много осталось выплачивать за разбитый грузовик? Ой, если бы за грузовик. Водитель того мэрса, в который Паша врезался, через суд такие деньги вытребовал, что, мне кажется, мы всю жизнь будем ему выплачивать. Послушайте, Зор, мне кажется, что твой отец явно бы мог помочь решить вашу проблему. Нет. Мам, Валь. Вот телефон. Телефон его офиса. Ни этот отец, ни его деньги мне не нужны. Сами как-нибудь. Пока, мамы. Увидимся. До свидания, Лизок. Мужики, ну я же сказал, завтра-послезавтра. Павел Николаевич, завтра-послезавтра нам не надо. Нам надо вчера-позавчера. Так что давай, собирай вещи, доставай чемоданы. Друг, ну будь человеком, а? О, сочувствуйся. А, помоги другу. Слушай, давай договоримся. Супруга, Павел Николаевич. А что здесь происходит? Мамочка, мамочка, эти дядьки забирают на рюменье. Паша, ты полицию вызывал? Не надо. Да мы сами как полиция. Служба 911 помогаем собирать вещи, чтобы быстрее было. Дедка, иди в свою комнату поиграй. Я же вам говорю, все законно. Ваш муж взял кредит под залог этой квартиры. А зачем ты это сделала? Значит, так нужно было. Граждане, давайте вы эти сцены будете устраивать попозже. Сейчас надо освобождать помещение. Все сроки по выплатам уже давно прошли. Что значит прошли? Суд состоялся 10 дней назад. Значит, у нас на выплаты ущерба еще полгода. Паша, ты чего молчишь, а? А выплаты ущерба тут ни при чем. Вы читайте внимательно. Ваш муж два месяца назад взял кредит на покупку грузовика. Паша, ты же сказал, что устроился водителем в чужой машине. А этот грузовик ты, оказывается, купил? Да, купил. Надоело мне на этих упырей работать. Хотел сам на себя. Да. Дело верное. Я все просчитал. Паша, да ты же полную машину арктехники вез. Нам теперь за это платить придется. Ты же хозяин. Ты чего наделал, а? Откуда я знал, что меня этот мэр сподрежет? Короче, я пойду. Давай. Значит так, я свою комнату, выделенную мне из детского дома, продала и все эти деньги в эту квартиру вложила. Значит, это наша общая собственность. И без моего согласия вы не имеете права брать ее в залог. Так, по документам ответственный квартиросъемщик Павел Калинин. Он согласился с условиями кредитного договора. Подпись. И взял деньги. Подпись. Теперь их пора отдавать. Вы можете, конечно, подать в суд на мужа. Не советую. Все равно проиграйте. Упыри они и есть упыри. Да где же нам такие деньги-то брать? Надо кто-то мне знает. Возьмите. Перезаймите кого-то вон. Или суду в банки возьмите. То есть, вы все-таки можете отсрочить выплаты, да? Ну, если вы оплатите хотя бы вот эти проценты, то можем дать вам зеледы. Ну, потом все. Либо квартира, либо деньги. Все верно. До свидания. До свидания. Мам, а у меня для тебя будет сюрприз. Да? Какой? Это пока их секрет. Интересно. Дана Петровна, здравствуйте. Торт почти готов. Мам, мам. Папа с дядей Серым торт испортили. Что? Добрый вечер. Человек. Олен. 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 Стрит-флэш. Я бы на вашем месте не торопился. Да. Флэш? Ой, Аня. Ай-яй-яй-яй-яй. Как не стыдно мусорить, а? Только не бейте, Бронислав Аркадьевич. Ну что ты, Виталик, тебя пока бить никто не будет. А ведь следовало, да? Ну следовало. Ты ведь плохой мальчик, невоспитанный, да? Разве тебя не учили, что долги надо возвращать? Ну если бы я сейчас выиграл… Две недели. В смысле? Если через две недели ты долг не вернешь, в следующий раз мы увидимся на похоронах. На твоих, конечно. И не советую тебе убегать. Из-под земли достану. Витальич, ну ты ведь знаешь, что карточный долг это святое. Правда? Ну? Мусор убери. Да я почти двое суток не спала, его готовила. Заказчицу подвела, деньги потеряла. Да я же из кожи вон лезу, чтоб с твоими долгами рассчитаться. Каждую копейку считаю. Видать не каждую, раз так легко этим уродам процент отвалила. Как тебе не стыдно? Я же… Я же эти деньги понемногу собирала, чтобы Василису к морю свозить. А ты… А что я? Я между прочим ради тебя старался. И Василисой. Бизнес решил организовать. Грузоперевозки. Если б не этот мерз, проклятый, мы бы сейчас вместе… Хватит. Хватит все время сваливать свою вину на других. Ты же… Ты же ни на одной работе и больше двух месяцев не задержался. И всегда кто-то другой виноват. Рот закрой. Бизнесом он решил заняться. Да какой же ты бизнесмен? Ты же сначала делаешь, потом думаешь. Дура! Это на тебе! Сурприз! Василек, ты чего? Ну я же не виноват. Ну ты чего? Вот опять он не виноват. Все портишь к чему, прикасаешься. Как самый настоящий неудачник. Понимаешь, Диндюша, баба, конечно, не виновата. Но мне очень не обидно. Я целую неделю клеила это папье Меже. Папье Меже, Василёчек, не плачу. Мы завтра обязательно починим твою вазочку. Хорошо? Раскрасим. Обязательно. Я тебя люблю, мамочка. Я тебя. Ты не против, если я посплю с тобой сегодня? Очень даже не против. А те девочки, которые сегодня приходили, не заберут моего Диндюшу? За чего это? Ну если они заберут наш дом, то и зайца моего могут прихватить заодно. Нет. Никто ничего у нас не заберет. Никто. Я знаю, где найти деньги. Привет, братишка. Ну и как поживает твоя компания? Ну, если ты вдруг надумал поработать, то должность руководителя отдела по связям с общественностью еще свободна. Ну, тем более, что я обещал отцу. Я тебе сто раз говорил, мне это не интересно. Тем более, я никогда не жил и жить не собираюсь по указке отца. То есть об уважении к памяти отца речь не идет? Ну, а почему? Я его уважаю. На двадцать процентов. Ровно на двадцать процентов. То, что мне было оставлено по завещанию. Тебе же досталось все остальное. Вот и уважай его в четыре раза больше. А где твои двадцать процентов? Подскажешь? Да, 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 да. Знаю, знаю, знаю. Расстратил, прогулял. Но я горячо раскаиваюсь и искренне прошу меня прости. Ладно, хватит поясничать. Давай по существу. Это у меня совещание сейчас. Есть по существу. Деньги закончились, босс. От слова совсем стартап провалился. Наверное, придется идти на панель. О! Пиши расписку. Очередную. Виктор Михайлович? К вами Елизавета Калинина по личному вопросу. Я говорила девушке, что к вам нужно записываться заранее. Да, спасибо. Я сам разборюсь. Пока, братишка. Пойдемте. Вот, пересаживайтесь. Но я ничего не знал. Неправда. Вы знали. Вы бросили беременную женщину. И денег наоборот подкинули. Это не я писал. Вот, смотрите. Вот. Это другой почерк. Вот. И я об этом. Можно я сфотографирую записку и письмо? Конечно. Конечно. Я очень любил Таню. Я просто с ума по ней сходил. Она была на семь лет меня старше, но это не имело никакого значения. Я и собирался на ней жениться. Но потом я получил от нее похожее письмо. Она сказала, что она замужем и что наши отношения были приятным развлечением, пока ее муж находился в длительной командировке. Она попросила не трогать ее и не мешать ей жить. Вы после этого виделись? Нет. Когда я получил письмо, она уже уехала в неизвестном направлении. Я... я действительно ничего не знал о ребенке. То есть о вас. Я понимаю. Вы меня простите, я это возьму. Знаете, ну я... я очень рад, что вы появились. Мне просто нужно привыкнуть к мысли, что у меня есть дочь. Конечно. Вы меня простите, я тороплюсь. Дочку нужно из садика забрать. У меня еще и внучка есть. Ее зовут Василиса. Ей пять. До свидания. Я рада, что ты передумала. Как встретил тебя отец? Нормально. Даже хорошо. Он совсем не похож на подлеца бросившего беременную женщину. А записку, как оказалось, вообще не он писал. Я почерки сравнила. Но сейчас это не важно. Главное скажи, он поможет тебе рассчитаться с долгами. Я не смогла с ним поговорить на эту тему. Шла именно с этой целью попросить денег в долг. Но так и не смогла. Ну что ж ты, девочка, ну вот кто тебе поможет, это не он. Я не знаю, мам, парень. Ну, до свидания. До свидания, Лизок. Витя, а что ж ты не позвонил, что едешь домой, а? Я бы ужин поторопила. Ты же голодный, наверное? Ничего страшного. Я сначала кое-что проверю. А? Что такое? Я люблю тебя. Я тебя люблю. Очень. Музыка ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эх, мама, мама. Витя, ужин уже готов. Пойдем. Э-э, потом, Рит. Писеть, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. Мам, мам, ты с кем? Это не я. Это моя мама. Ой, так это моя бабушка. А когда мы к ней в гости поедем? Ее уже нет, малыш. Помнишь, я тебе рассказывала, что жила в детском доме? Ку-ку. Пойдем. Ой, а куда это мы разбегаемся, м-м-м? Что, уже не нравлюсь? Ты отвратителен. Да? А когда я тебя семь лет назад из твоего клоповника забирал? Ты мне так не говорила. Пап, не кричи на маму. Солнышко, иди в свою комнату, я сейчас приду. Во-первых, в детском доме была идеальная чистота, потому что мы за этим следили. Во-вторых, если бы не моя комната в коммуналке, этой бы квартиры у нас не было. И в-третьих, прекращай пить, ты превращаешься в убожество. Я смотрю, ты вошел во вкус, но больше ты меня не ударишь. Ну и потом мама поступила по классике. Мне написала одно письмо, а Татьяне второе. Она сама написала? Да нет, я хорошо знаю ее почерк. Она попросила кого-то помочь. Почему ты уверен, что мама имеет к этому отношение? Потому что она мне постоянно говорила о том, что Татьяна мне не пара, что Таня только хочет влезть в нашу богатую семью. Ну и потом, кресты из одного ежедневника, мама любила такие блокноты. Ведь ты ее любишь, да? Эту Таню. Ты думаешь о ней? Рита, ты что? Ну, Таня была моей первой любовью, первой женщиной. Ну, она стала разочарованиями, болью. Мне будто выжгло все изнутри. Я ни во что, никому не верил, пока не встретил тебя. Просто эта девушка, ну, Лиза, она... Она моя дочь. Да. Да, я понимаю, я-то все-таки не смогла тебе подарить этой радости. Говори там, мы с тобой об этом уже много раз говорили. Я очень счастлив с тобой. Ты уверен, что она твоя дочь? Ну, и фотографии, и письма, они настоящие. Ну, она, может быть, мошенница? Алло. Да, мне очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, всего хорошего. Кто звонил? Директор детского дома, в котором воспитывалась Лиза. Сказал, что у Лизы большие финансовые проблемы. Ой, Вить, мне просто кажется, что этой девушке нужны твои деньги, а не отцовская любовь. Она ничего не говорила о деньгах. И вообще, я думаю, что она не такой человек. Мне кажется, я должен помочь своей дочери. А мне кажется, нужно провести тест ДНК. Хорошая идея. Только как это сделать? Сказать Лизе, доченька, я хочу проверить, обманываешь ты меня или нет? Да, можно и так. А можно просто пригласить ее к нам в гости на чай, взять чашку, с которой она пила, и этого будет более чем достаточно для теста. Вот. Мам, пошли быстрее. Красивый. Проходите, не бойтесь. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. 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 А, вы извините, что я с дочкой приехала. У нас в садике карантин, в общем, не с кем было ее оставить. А вы позвонили, сказали, что срочно делали. Это что, в музее? А кто-то забыл поздороваться. Ой, здрасте, Виктор Михайлович и Маргарита Вени-Вени. Ой, мам, я забыла. Вениаминовна. Вениаминовна, ну можно просто Рита. А тебя как зовут? Василиса. Да, ты Василиса прекрасная. Да? А почему ты решила, что здесь музей? А я была в музее. С мамой. Там тоже красиво. И еще открытили. Как у вас. Все-то знаешь. Мама мои рисунки тоже на стену вешает. А еще на холодильник. А мне ты нарисуешь рисунки? Я тоже повешу на холодильник, как и мама. Запросто. Только для этого нужны карандаши и бумага. Ну, я думаю, что найдутся. Нам нужно поискать. Пойдем. А мама с Виктором Михайловичем как раз делами займутся. Да? Пойдем. Пойдем, Резу, в кабинет. Карандаши. Сюда. А где же у нас есть карандаши? Прошу. Вот. Это письмо, которое я получил от Тани. Вашей мамы. Двадцать шесть лет тому назад. Странно. Здесь совсем другой почерк. Это не она писала. Хотели столько с того же блокнота. Я даже не сомневаюсь, что за всем этим стояла моя мама. Но ее уже не спросишь на девять лет назад, как умерла. Соболезненно. Ну, а как вы жили эти двадцать пять лет? По-разному. После девятого класса я поступила в кулинарное училище. Вот теперь я повар в ведомственной столовой. Там же я познакомилась с Пашей. Это мой муж. Он приходил обедать. Я совсем не знала о реальной жизни. Мне хотелось семейного тепла. Паша показался добрым, надежным. Через месяц мы поженились. Что-то не так? Нет. Все хорошо. Ну, тогда пойдемте пить чай. Да. Ну, что ж, ваше предложение действительно очень заманчиво. И что вы скажете? Решения такого рода сходу не принимаются. Дайте пару дней, Бронислав Рокотич. Конечно. Бутаро Николаевич. Буду с нетерпением ждать вашего звонка. До свидания. Всего хорошего. Ну, что скажете, Андрей? Уж очень мягко стерен господин Испицын. Ну, да, да. Слушайте, собейте ко мне информацию по этому господину Испицыну. Все. Понял ты в чем? Нет, у меня к вам личная просьба. Тут такое дело. У меня в юности был пылкий роман, в результате которого, как оказалось, у меня появилась дочь. Да я и понятия не имел. Это точно ваша дочь? Вы уверены? 99% по результату теста на отцовство. Я прошу вас заняться оформлением всех необходимых документов по официальному признанию Лизы моей дочери. Хорошо, сделаю. Да, и еще. Мы с Итой решили, ну, до завершения всей этой процедуры, никому ничего не рассказывать. Эта новость особенно может не понравиться вашему брату. Ничего. Ее живет. Ну, и это еще не все. Нужно прояснить ситуацию с одним мутным кредитом на имя Павла Николаевича Калинина. А где вы это взяли? А я это сама приготовила. Не стоило. В доме и так полно сладостей. Ну, какая красотичь. Балуешься нас, Лиза. Мы с Ритой скоро в дверь не войдем. Да ладно. Вам это точно не грозит. Так, ты до сих пор выходишь? Вон, Василиса Прекрасно, давно уже перешла на ты. Как-то я еще не привыкла. Еще не поняла, что у меня есть отец. И Рита. Такие удивительные люди. Вот, открою свою кондитерскую. Будете ко мне завтракать, приходить. Ты что, мечтаешь о кондитерской? Угу. Еще с училища. Даже знаю, какая она будет. Небольшая. Очень уютная. Рано или поздно я это точно сделаю. Вот, увидите. Увидишь. Угу. Ну что? Будет тебе кондитерская? Я совсем не это имела в виду. Нет-нет. Ты давай увольняйся из своей столовой. Ну и потихоньку подыскивай место под кондитерскую. Да, и еще. А когда мы будем ознакомиться с зятем? Это сложно. Паша работает посменно, потом отдыхает, в общем, тяжелая работа. Да. Да, не умеешь ты врать, Лиза. Это прекрасно. Я все о вас знаю. Ну, или, по крайней мере, почти все. Квартиру у вас никто не отберет. Я уже выплатил за нее деньги. Нет, можно было бы побороться с этой мутной кредитной компанией в суде. Но за ней стоят реальные бандиты. Я не хочу, чтобы вам с Василисой угрожала хотя бы малейшая опасность. А по поводу аварии, я думаю, что Павел должен сам рассчитаться. И еще, во время нашей прошлой встречи, мы с Витой заметили на твоем лице синяк. Откуда он? Может, разводись? Или ты до сих пор любишь его? Нет. Ну и хорошо. Значит, разводом займется мой адвокат. Просто это неправильно разводиться. У Паши много проблем. Получается, я его бросаю в беде. Идеалистка ты. Павел, он взрослый мальчик. Пусть научится отвечать за свои поступки. Мы сделаем так. Мы оставляем вашу квартиру ему полностью. Пусть сам разбирается со своей жизнью. Ну, а вы будете жить здесь. Ура! 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 Мы будем здесь жить! Спасибо. Это Витя и Лита подарили. Спасибо. Так что, давай, езжай за документами и... Ну, и вещами. А мы с Василисой будем тебя ждать здесь. Ну и пока подготовим комнату. Так сразу и... Мам, ты главное, эти индюшку не забудь. Я хочу его покатать на велике. Поехали. Поехали. Хорошо. Аккуратно. Да, и вот что. С тобой поедет Кирилл. Это мой начальник охраны. Ну, чтобы там не было никаких проблем. Возьми самые необходимые вещи. Лишнее не бери. А все нужные мы тебе купим. У вас начинается новая жизнь. У нас, у всех, начинается новая жизнь. Спасибо. Да не за что. А что происходит? Куда это ты собралась? Васька где? Паша, я ухожу. Василиса будет жить со мной. Да никуда ты не уходишь. Я сказал, ты никуда не уходишь. Остынь, парень. Здрасте. Здрасте. Ах ты ж дрянь. Мало того, что Ваську против меня настроила, так ты еще и хахаля сюда притащила. Паша, успокойся. Паша. Угомонись, чучело. И оставлю Лизу в покое. Понял? Ух ты. Ну что, девчонки, вам нравится? Очень даже вам нравится. А через месяц, полтора, растет гиацинкой комната таким прекрасным ароматом наполнится. Я просто обожаю эти цветы. А Рита сама разводят. Даже в Уилле один новый сорт. Да. Рит. Папа. Спасибо. Я еще, знаешь, что хочу тебе предложить? Давай завтра рванем по магазину. Заодно еще в силу красоты зайдем. Давай, наведем красоту с тобой. Да? Все будет хорошо. Правда. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Андрей. Теперь Лиза и по документам моя дочь. Елизавета Викторовна. Собернусь представить ее всем в день рождения Риты. Да, кстати, мы вас с Леной тоже ждем. Спасибо. Ну что там у нас по Спицыну? Есть какие-то подводные течения? Водоворот, причем криминальный. Господину Спицыну нужен легальный бизнес безупречной репутации, чтобы подписывать нужные контракты, а параллельно отмывать грязные деньги. Да. Я что-то такое и предполагал. Попрошу секретаря позвонить и передать отказ от его заманчивого предложения. Да-да. Здравствуйте. Ты звал меня? Да, Лиза, познакомься, это Андрей Владимирович Кузовлев, наш адвокат. Он будет заниматься твоим разводом, ну и вообще представлять твои интересы. Очень приятно. Пойдемте, Лиза. Не будем мешать вашему отцу. Хорошо. Не мешать отцу. Слушаю. Нет, ну надо же. С какого перепугу она разводиться решила? У нас проблемы. А она что, в кусты? Ваши общие проблемы решены. Как указано в документе, кредит. А грузовой фургон погашен. А с остальными косяками справляйтесь сами. Нет, ну спасибо, конечно. Ну так не пойдет. Я должен поговорить со своей женой. Где она? Куда дочку спрятала? Я не уполномочен обсуждать с вами этот вопрос. Значит так. Развод я не дам. До тех пор, пока Лизку не увижу, ничего не подпишу. Это ваше право. Но я советую вам подумать. Советует он. Советчик гребаный. Бодя, слушай, выручай. Мне нужно проследить вон за той машиной. Ну и следи, а я тут при чем? Да ты пойми, Лизка от меня сбежала и дочку с собой забрала. Там в машине храхали ее. Я хочу знать, где Васютка. Давай. А-а-а. Голубу! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok